Витаю всех ледочек и подписанных в «Це» канал «Сейчас», я Олена Кырак и рада витаты на стриме «Разом земную» журналист Дмитрий Ильич, рада приветствовать на нашем YouTube-канале, наконец-то. Взаимно добрый вечер, радовались. 28 января, воскресенье, собственно говоря, время подводить итоги недели, она была достаточно насыщенная, ну вот в топе обсуждений все-таки тема ИЛ-76. В эфире национального телемарафона глава украинской разведки Кирилл Буданов сказал о том, что ситуация непонятна до конца, акцентировал внимание на том, что Россия не показала поля усеянные трупами, выразил также он уверенность в том, что обмен пленными все же состоится в ближайшее время. У вас есть предположения, что скрывают россияне и когда мы узнаем правду? У меня нет никаких предположений, потому что я привык доверять фактам. Кирилл Буданов прав, абсолютно прав, потому что если вы говорите о том, русские, вы говорите о том, что там наши пленные, то покажите трупы. Покажите трупы, покажите списки сначала, правдивые, не то что Симоньян показал, а правдивые списки и покажите соответственно трупы. А если вы просто говорите и показываете вообще абсурдно, показываете кадры, снятые какой-то камерой на жутком расстоянии, мутные. Вот пленные идут к самолету, который их сейчас будет транспортировать. Как это различить, что это пленные, там вообще ничего не понятно. Ну, какой-то бред силой кобылы. Я люблю факты. Будут факты, будем обсуждать. Видите, ситуация с Еленовкой до сих пор, очень много знаков вопросов, все потому что международную миссию туда так и не допустили. Вот тут можно ли сравнивать эти две истории? И тут узнаем ли мы правду когда-либо? Ну, по Ленике все понятно, потому что я, например, брал интервью у Лемка, это Азовец, героический, совершенно героический парень. И он был старшим там, старшим Барака в момент обстрела. Он все видел, он вытаскивал ребят, он свидетель, живой свидетель, и он в интервью мне все это рассказал. Это интервью можно посмотреть на Ютубе. Вот, а здесь, ну, вообще нет же ничего, никаких данных, кроме утверждений россиян. Но верить русским себя не любить. Тема, которая актуальна для нас ежедневно, вот сейчас, когда мы записываем это интервью, опять атака шахедов по территории Украины, в Киевском регионе уже бой, воздушные тревоги, но вот в ряде регионов все-таки еще сохраняется эта опасность и слышны взрывы. Время, когда очень актуален вопрос западной помощи. Ну, вот свежее сообщение от CNN, которое цитирует Трампа. Трамп призывает республиканцев сейчас не голосовать ни за реформу границы, ни за помощь Украине. Ну, и фактически он устроит свою предвыборную сейчас кампанию на том, что Байден с этими вопросами не справляется. Что в таком случае и кто нам может помочь? Ведь Шольц говорит о том, что западная поддержка Украины сейчас находится на критическом этапе. Германия выделяет определенное количество средств, но вот просит он также и обращается к европейским коллегам, чтобы они тоже способствовали. Будут ли способствовать и в каких объемах, тут тоже большой знак вопроса. Лен, я абсолютный оптимист. Я исхожу из главного. И Соединенные Штаты Америки, и Европа прекрасно понимают сегодня, осознают бесповоротно угрозу, исходящую от фашистской России. Эта угроза нависла не только над Украиной, над всем цивилизованным миром. Поэтому альтернативы нет. Или цивилизованный мир объединяется и помогает Украине, или он не объединяется, не помогает Украине. Украина терпит поражение, проигрывает, и тогда цивилизованный мир остается один на один с Россией и будет воевать. То есть солдаты Запада пойдут воевать с русскими. Если их это устраивает, то это другой разговор, но их это точно не устраивает. Поэтому я абсолютный оптимист и я абсолютно уверен, что вся необходимая помощь Украине от Запада будет. Скажите, пожалуйста, а как получается так, что, ну, во-первых, вот феномен Фитца, он, получается, становится проводником идей Путина сейчас в Европе вместе с Орбаном. А в Германии новая политсила левого спектра Альянс Сары Багенгнетт, кстати, провела вот свой первый съезд и имеет достаточно много этих поклонников, да, ее уже называют подругой Путина, и она как раз призывает не выделять военную помощь Украине. Ну, там много достаточно таких резонансных заявлений. Это в Германии, которая, ну, казалось бы, после 24 февраля 22 года абсолютно поменяла свой вектор, да, вот сотрудничество и поняла, что такое Российская Федерация. Ну, я бы добавил сюда ортодоксальных политиков из Венгрии и из Румынии, которые буквально сегодня заявили о том, что надо раздеревать. Если в Европе у Украина, то они притеслили. Да, в Венгрии говорят, мы хотим забрать себе Закарпатье, Румын тоже говорит, мы хотим вообще выйти из НАТО, нам это не надо. Забрать себе Закарпатье, он тоже хочет Буковину и так далее. Я скажу о главном. Слушать этих говорящих макак не имеет никакого смысла. Есть смысл понимать главное. Пока у русских будут деньги от торговли с цивилизованным Западом, до тех пор в лучших традициях советского КГБ они будут покупать друзей, в кавычках, по всему миру. Чем занимается Путин много лет? Он, как и Брежнев в свое время, нет, как Ленин, как Сталин, как Брежнев, он покупает агентов и агентов влияния. Это немножко разные вещи. Агенты одно, агенты влияние другое. И просто тратит огромные деньги на покупки друзей по всему миру. Что нам говорить о каком-то Венгрии, каком-то Румынии и какой-то немке, если среди этих агентов влияния были и есть лично бывший федеральный канцлер Федеративной Республики Германии Шрёдер, бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, бывшая министр иностранных дел Австрии Кнайсен, которая вообще поселилась в России. О чем мы вообще говорим? Пока у Путина будут деньги от продажи нефти, алмазов, газа, черта, дьявола, что-то еще, до тех пор он будет гадить Западу, в том числе и прежде всего путем покупки западных политиков, активных общественных деятелей, журналистов, деятелей культуры, меценатов и так далее, которые будут проводить российские идеи в жизни и во всяком случае их озвучивать. Вот это надо все прекрасно понимать и Западу нужно сделать главное. Вспомнить великих Рональда Рейгана и Тэтчер и удавить Советский Союз, удавить Россию, видите, по Фрейду оговорка, удавить Россию экономической удавкой. Как только у них не будет бабок, так они приползут за ножками Буша сразу и будут говорить гласность, перестройка, демократия, чего изволите, как скажете, все будем делать. Вот как только не будет бабок. А чтобы у них не было бабок, нужно предпринять определенные шаги, и это цивилизованному Западу вполне под силу. Вполне под силу санкций. В 2022 году, когда началась полномасштабная война России против Украины, говорили о том, что вот эта тактика мелких порезов, да, пакеты санкций, которые периодически вводятся, они заработают где-то через год-полтора. Вот у нас уже скоро 24 февраля 2024 года, но такого ощутимого эффекта, чтобы полностью обвалить русскую оборонку, да, оборонную промышленность, мы не ощутили. Она работает, к сожалению. Мы вынуждены это констатировать. Так почему же Запад все-таки не может ввести те сокрушительные санкции, которые, собственно говоря, не дали бы Путину выиграть и не дали бы ему войти дальше в Европу? Вы знаете, мне тоже хочется сказать, что санкции не работают, но это немножко не так. Вернее, это совсем не так. Мы видим на примере, одной отрасли возьмем, отрасль гражданских авиаперевозок. Мы видим, что происходит с российскими самолетами. Количество поломок и в воздухе, и на земле увеличивается в геометрической прогрессе. Я об этом говорил давно еще, и я продолжаю говорить. Что происходит? Ни Boeing, ни Airbus, авиакомпании, которые являются поставщиками Boeing и аэробусов, не проводят никаких действий с самолетами, которые находятся в России. Что это значит? Россиянам приходится через третьи-четвертые страны заказывать несертифицированные запчасти, детали, узлы и самим их ставить. Но начиная с ноября, декабря и в январе, это уже катастрофическая история, куча просто поломок российских гражданских самолетов. Приведет это к тому, что в марте-апреле они начнут падать. Приведет это к тому, что Россия не сможет использовать просто эти самолеты, хотя, по слухам, разбирают некоторые на запчасти. И вот это уже интересная история будет. Это уже Россия окажется припертой к стенке, потому что граждан надо перевозить, граждан надо не подвергать риску. Страна большая, только самолетами можно летать. Свои не выпускают практически, да и не могут выпустить, потому что они состоят из западных запчастей, узлов и деталей. И вот с этой отраслью все понятно. Дальше. Западу, конечно, нужно было удавить Россию финансово, то есть отключить банки, отключить свифты, отключить все к чертовой матери. Но раз они этого не делают, значит, есть какие-то договоренности, которые такие простые люди, как я, не понимают и о них не знают. Наверняка, наверняка обязательно Россия и страны Запада находятся в контакте. Безусловно, постоянно ведутся закулисные, тайные, явные, полутайные, полуявные переговоры. Безусловно, у каждой страны есть свои интересы. И прежде чем подумать об интересах Украины, каждая страна думает о себе, и это логично. Но общая направленность и то, вот я смотрю, как отсекаются третьи страны от отношений с Россией. Вот свежий пример Ангола. Казалось бы, ну такой сателлит Россия уже, да? Ангола говорит Алроса, компании крупнейшей российской по бриллиантам, да, по алмазам, убраться из Анголы, потому что санкции, они не хотят под них попадать. И турецкие банки не хотят работать с русскими, и Объединенные Арабские Эмираты, это все страны расположенные, в общем-то, к России, тоже говорят, вы знаете, это мы не будем с вами делать, это не будем. Ну а Китай, смотрите, Китай же вообще ни сила Сибири не собирается строить, и вообще ведет себя с Россией просто как с сателлитом. По-наглому, вот вам цены на наши автомобили, дорогие, очень дорогие, автомобили жуткие, бездарные, ржавые, плохо управляемые, ломающиеся, но вот вам наши автомобили, говорят китайцы, по таким ценам. Не хотите, не покупайте, а куда России деваться? В Москве Челада не выпускается в том количестве, что нужно, и не пользуется спросом, и на марки не завозят. Приходится завозить китайское ГЭ. Ну вот как-то так. Поэтому я верю в то, что санкции будут ужесточаться, и будут работать, и в очень близком промежутке времени. Как вы относитесь к материалу Блумберга, который вот вышел на этой неделе, о том, что якобы Путин по своим каналам сейчас посылает сигналу Соединенным Штатам, о том, что он готов к диалогу, о том, что он готов отказаться от претензий на то, чтобы Украина была в НАТО, нейтральный статус, но, мол, оставить оккупированные территории России. Что-то подобное, кстати, справедливости ради, надо вспомнить, в свое время уже покойный Киссинджер предлагал. Он говорил о том, что сейчас, если бы он с позиции, вот, говорил нынешней с Путиным, то он бы ему рекомендовал, чтобы Украина действительно, не сопротивляться Украине в НАТО, но так вот в одном из последних его интервью за иконами звучала фраза о том, что Крым и Севастополь, да, он остается за скобками. То есть фактически, да, там остается под контролем Россия. Сейчас вот эта вот идея, она под разными соусами в наше информационное пространство вбрасывается. Ну, вот последний, кто вбросил, это был Блумберг. Как вы, во-первых, относитесь к такой идее? Действительно ли есть у этой идеи какие-то проводники на Западе, имеют последователи, да, там, Киссинджера? Да, и вот к тому, возможно ли, в принципе, такие сейчас переговоры, может ли Путин сам посылать такие сигналы США? В эти сигналы Путина я абсолютно верю. Для того, чтобы объяснить это, давайте станем на его место. Неблагодарная, неблагородная миссия, но тем не менее, чтобы понять человека, если можно назвать это говно человеком, тем не менее, всегда надо стать на его место. Значит, что я имею? Давайте с НАТО начнем. Швеция вступила в НАТО, Финляндия, Финляндия, блин, вступила в НАТО. То есть, чего я так не хотел? Я не хотел, чтобы у моих границ было НАТО. Так, Финляндия, во-первых, большая граница, протяженность границы большая, да, с Россией. Во-вторых, вообще, американцы сейчас перепросят ракеты, которые будут достигать Санкт-Петербурга и Москвы в считанные секунды. То есть, все, чего я добивался, угрожая Западу, требуя пересмотреть решение о приближении блока НАТО к границам с Россией, накрылось медным тазом, потому что Швеция и Финляндия стали членами НАТО. В такой ситуации американцам теоретически, что атаковать с Украины, с украинской территорией, да, Москву? Что атаковать с финской территорией или шведской территорией Москву? Да без разницы. Что с польской атаковать Москву? Какая разница? Какая разница атаковать Москву с границей Польши и Украины или непосредственно с Украиной? Ну, разницы никакой нет. Поэтому на том, что Украина не должна стать членом НАТО, я могу не настаивать. Это я на месте Путина рассуждаю. Дальше. Территории. Ну, Путин должен думать о том, чтобы его не удавили в собственной стране. Значит, он угробил уже, я сейчас об украинцах не говорю, я говорю о русских. Он угробил уже сотни тысяч русских. Просто положил. Он ухудшил экономическую ситуацию существенно в России. Он заложил бомбу замедленного действия с часовым механизмом под экономическое, да и просто под будущее России, потому что, ну, сдвиг по фазе, произошел миллионов россиян, они не в себе просто находятся. А что будет дальше? Дети покалечены уже морально, ментально, идеологически. То есть вот он это наделал. Ну и что? Если он сейчас идет на компромисс и убирается с территории Украины, ну, его растерзают. Значит, он думает прежде всего о себе. Поэтому компромисс с его точки зрения я допускаю следующее. Там, где мы стоим на территории Украины, это Россия, все остальное Украина, она вступает в НАТО и расходимся. Почему еще ему нужно остановить войну? Ну, потому что он выдыхается. Потому что нарастает внутреннее глухое недовольство в России. Потому что, опять-таки, это такая бомба замедленного действия, которая может разнести к чертовой матери не только эту недострану фашистскую, но и его. А он думает прежде всего о себе. Поэтому было бы логично, особенно, может быть, даже до выборов президентских в России, до его переназначения, было бы логично вот с американцами наладить диалог по этой теме, убедить Зеленского. Но, опять-таки, это невозможно. Никогда Зеленский не подпишет отказ от территорий, да и НАТО не торопится принять Украину. Поэтому это сотрясание воздуха, но показывающие его логичные устремления. Кроме того, он же, верить ему нельзя, он что хочет? Чуть-чуть отползти назад, усыпить бдительность, накопить силы. И с учетом опыта пойти в последний решительный бой. Это же коммунисты. Это и есть наш последний решительный бой. С интернационалом воспрянет род людской. Это же уроды. Поэтому никакой веры, никаких переговоров западное оружие и разнесенная в клочья фашистская страна. Вопрос, когда это западное оружие будет? Достаточно ли на Западе сейчас мощностей, ведь если учитывая, да, и наши западные партнеры смотрят на те карты, которые сейчас публикуются в западных средствах массовой информации, которые указывают о прямой угрозе столкновения с армией России, они, очевидно, также думают и о своей оборонной промышленности, и о своих ресурсах. И вот тут насколько будет сейчас в должном объеме и своевременно решаться. Лена, я могу ошибаться, но я в то, что Запад боится столкновения с Россией, и в то, что Россия хочет пойти с войной на Запад, я в это не верю, ну совершенно. не может моська броситься на слона. Запад это технологический слон. Это мощнейшие технологии. Просто, слушайте, ну, это страшная история. Мне мой друг рассказывал, он был на авианосце Дуайт Эйзенхауэр. Это не самый крепкий авианосец сильный, мощный в американском флоте. Там их 11 или 13 авианосцев. Он приехал оттуда. Он говорит, ты не понимаешь, что это. Это целый город, окруженный еще подводными лодками, крейсерами и так далее. Автономный абсолютно. Это такая моща, говорит, которая способна страну любую разнести в плочи. Что вы, Америка, Европа, ну это, это такой технологический прорыв. Это такая вообще, ну какая Россия? Где она? Где она? На обломках цивилизации находится. Что может Россия? Еле-еле выпускать танки с самолетами, еле-еле, и снаряды. Ну снаряды может больше выпускать. И с постаментов снимать старые Т-34 и модернизировать, если можно назвать словом модернизировать. Да если Запад захочет, он будет выпускать столько миллионов снарядов, сколько не снилось ни Северной Кореи, ни России, ни Ирану, ни всем остальным вместе взятым. Значит, еще пока не хотят. Но не исключено, что захотят. Дмитрий Ильич, а российские провокации, когда российские ракеты нарушали воздушное пространство, стран-член НАТО, кстати, инцидент смертельный в Польше был, когда погибли люди, да, ракета упала, вот это что? Ах, Моська, знать она сильно, что лает на слона. Ну у меня другого комментария нет. Вы поймите, страна под названием Россия, не выпускающая ни иголок, ни гвоздей, ни спичек, ну ни черта, своими силами в том числе. То есть смотрите, что для меня, что такое для меня законченный процесс? Это когда ты находишься, грубо говоря, в Нидерландах и выпускаешь продукцию полностью из своих запчастей и деталей. Правильно? На своих станках. Ну Россия не может ничего выпустить без западного. Ну ничего. одежду не может. Китайцы помогают, подождите, станками. Вы китайские машины видели? Китайцы не могут создать машину хорошую. Не могут. Не могут. Оно сыпется, валится, ржавеет, выпадают детали. Я же смотрю очень много, что показывают русские в Ютубе. Показывают, как они садятся на китайские машины и что с ними происходит с этими китайскими машинами. Ну не так все. Если бы Китай мог это выпускать, но у Китая цены не было. У Китая большие экономические проблемы у самого. А Россия подавно не технологичная страна, поэтому ее всерьез рассматривать даже нельзя. Я помню в 99-м году поехал в Москву брать интервью у Егора Кузьмича Лигачева, ортодоксального коммуниста, человека номер два в Советском Союзе после Горбачева, такого стойкого марксиста, ленинца, ортодокса, такого идейного, убежденного, такого. Он был тогда депутатом Государственной Думы, уже старенький, он, кстати, прожил сто лет. И вдруг этот человек Кремень, сибиряк, вдруг он мне говорит, да какая Россия великая страна, ее доля в мировом ВВП, там сколько-то, ноль целых, какая она великая, говорит, она просто большая. Ну, Егор Кузьмич хорошо все понимал, просто большая страна, просто большая. О бомбе замедленного действия, может и не замедленного, непосредственно в средине самой России, также хочу с вами поговорить. Не сначала смотрела ваш стрим с Василием Головановым, который несколько часов назад закончился, но вот о Борисе Надеждине, то, что вы говорили, я услышала. Не буду сейчас пересказывать все наши зрители, которые хотят с вашей мыслью ознакомиться, они могут найти это на вашем YouTube-канале, но вот если вкратце, вы утверждаете о том, что Борис Надеждин это такая себе подсадная утка, элемент путинской кампании, переизбрание Путина на Путина, ему нарисуют какой-то определенный процент, чтобы доказать демократичность самого избирательного процесса. Но вот тут появляется новость, Дмитрий Ильич, которая, значит, Надеждин говорит о том, что если Молову не зарегистрируют, он организует массовые митинги, уже заявки на проведение этих массовых митингов в 150 городах России поддан. Скажите, пожалуйста, а вот у Надеждина может появиться соблазн повторить то, что не довел до конца Пригожин, имея поддержку? Ведь все же видели эти очереди в морозные дни, которые выстраивались в его штабы для того, чтобы поставить подпись. У Пригожина были вооруженные до зубов сколько там, 40 или 25 тысяч боевиков с оружием безбашенные, безшабашенные, безбашенные боевики. Теперь про Надеждина. Ну, я вам скажу, когда он будет призывать, если он будет призывать русских выходить на митинги, но это просто провокатор, потому что вы видите, как винтят людей за посты в Фейсбуке, за лайки людям 7 лет дают. То есть, если он позовет людей выходить на улицы и кто-то выйдет, так это же прекрасно, власть просто сразу избавится от инакомыслящих. Это шикарно, это провокация чистой воды. Он куда их зовет? В тюрьму прямо? Ну, если там садят, садят, за лайки, куда он зовет этих людей? То есть, у меня вообще впечатление, что он выполняет двойную функцию. Первое, это выявить неблагонадежных, пересадить и пересчитать. И второе, второе, то, что я сказал, чтобы он получил свой один процент, и Путин сказал, ну, вы видите, все, кто против войны, те, кто против войны, значит, они набрали один процент. А кто за мою политику, тот набрал 83 процента. Ну, вот и все. Какой надежден? Я говорю, сажают за лайки, а он рассказывает, что Путин не прав, и войну надо остановить на центральных каналах. Ну, блин. Хорошо. А вот резкие высказывания, даже протесты, ну, пусть не жон мобилизованных, я вот об этом хочу с вами говорить, это тоже элемент этого шоу под названием выбора? Нет, вот здесь я верю в то, что эти клуши, которые не видят своих мужей уже годы больше, которые выбились из сил, сначала они говорят, дорогой Владимир Владимирович, наш президент, верните пожалуйста наших мужей с фронта. Ну, они видят, что отношение к ним и к их мужьям как к быдлу, как к скоту, чем они являются на самом деле. Они увидели, реакции нет, жить тяжело, мужиков нету, значит, они выбиваются из сил, тут я допускаю это. Ну, и они начали выходить, ну, это же не массовое явление, это же не массовое явление, ну, вышли там сколько, 30-50 на всю Россию, сколько их вышло? О чем мы говорим? За полгода количество поджогов военкомата в России выросло вдвоем, британская разведка сообщает. И это еще выборы не закончились, так называемые выборы с 15 до 17 марта, а после выборов говорят о том, что Путин может как раз объявить эту массовую мобилизацию. Как считаете, гореть будет в 4 раза больше еще? И верите ли вы какое-то мощное партизанское движение непосредственно в самой России? Смотрите, я в русских, в русский протест я не верю априори. Почему? Это стадо баранов, это рабы. Изначальные генетические рабы, потому что вследствие геноцида, развернутого властью против своего народа, который длился столетиями, появилась, ну, была утверждена отрицательная селекция, результатом которой стало вырождение нации в в быдло покорное, в дрожащее, в вертухаев, в доносчиков, и, конечно, есть определенный процент хороших, умных, честных, порядочных людей, но когда ты можешь за лайк угодить на 7 лет в тюрьму, то ты... Слушайте, я, давайте я о себе скажу, если бы я жил в России, ненавидел Путина, выступал бы за Украину, да, и увидел, что за это сажают на 7 лет, я бы, наверное, закрыл рот, потому что у меня семья, и я бы думал о своих детях, я, видите, я о себе так говорю, хорошо жить в независимой, свободной, демократической Украине и говорить все, что хочешь, а там каково? Поэтому я в массовый российский протест не верю вообще, не верю, они, они рабы, не представляю себе, чтобы могли вот так выйти, не представляю, нет. А что будет? Вот какой, по вашему мнению, вариант развития событий после 17 марта? Что-то кардинально поменяется или нет? Да, я думаю, что кардинально поменяется, Путину нужно переназначиться, по его словам, переизбраться, после чего у него будут совершенно развязаны руки, и он может делать все, что угодно. Я поэтому и обращаюсь постоянно к здравомыслящим, умным, толковым, русским, которых существует определенный процент. К сожалению, подавляющее большинство серое, это черное, серое, загнанное. Это, как говорил Юрий Афанасьев, бывший, он историк был, депутат первого съезда народных депутатов, он их в зале назвал агрессивно-послушное большинство. Это очень точное определение, оно агрессивное, оно послушное. Вот есть все равно процент хороших людей. Я обращаюсь к ним ко всем, со всех площадок. Я говорю, уезжайте, подумайте о своих детях, подумайте о себе, уезжайте из этой страны. Никогда она хорошо не жила и не будет, и привыкать даже не надо. Там всегда будут гонения, всегда будет агрессия, хамство. Это страна хамов, страна агрессии, агрессоров. Там всегда будут преследовать инакомыслие. Хоть ты ЛГБТ, хоть ты еврей, хоть ты немец, кто угодно. таджик. Всех будут преследовать и закончится это печально. Закроют границы, поотбирают еще имущество по новому закону всех, кто не согласен и пошлют на Соловки в Магадан. ГУЛАД новый построят, расстреливать будут, вернут смертную казнь. Этим закончится, этим не может не закончиться. Я хорошо знаю историю, очень хорошо. И не просто из учебников, такое количество людей, которые я повстречал в жизни, умных, достойных, просветленных, которые столько мне рассказали о своей жизни, такого в учебниках не прочитаешь. Поэтому всем россиянам нормальным советую, быстрее собирайтесь у вас окно до выборов, собирайтесь, уезжайте, продайте все, что можно продать, уезжайте. Стройте новую жизнь в развитых, нормальных, цивилизованных странах. У России нет будущего, крест на ней. Это богом проклятая страна, которой не суждено стать нормальной цивилизованной. Лукашенко опять появился в медийном пространстве, вместе с Путиным по видеосвязи они наблюдали, как в Антарктиде российские полярники станции Восток уводили в эксплуатацию новый зимовальный комплекс. Лукашенко даже Путину предложил отправиться в Антарктиду. Отдельный вопрос, зачем, но также несколько сделал он еще заявлений. Говорит, мол, что украинные страны Балтии могли бы работать с Россией, а не искать за морями лучшей жизни. И также выразил Лукашенко мнение, что Украина вернется в Россию и Беларусь. Вот эта идея, то есть я правильно понимаю, Лукашенко уже считает себя частью России, и Беларусь считает частью России. И вот эта вот идея воссоздания Советского Союза у Путина. Лукашенко не считает ни себя, ни Беларусь частью. Нет, конечно. Лукашенко это политическое животное, это человек власти, который отлично понимает, что лучше быть первым хлопцем на селе, чем десятым или пятнадцатым в городе. Ну, слушайте, он врос в свое кресло, он и есть власть, как он может хотеть раствориться в России, быть губернатором Беларуси или там даже руководителем Госдумы об этом России, о чем шли разговоры. Он должен быть первым. Смотрите, Лена, если Путину верить нельзя вообще ни на йоту, то Лукашенко в десятикратном размере нельзя верить. Это патологический негодяй, врун, патологический врун. Это человек, который сегодня, может сказать, одно, завтра даже не так. Сейчас одно, через два часа другое, через пять часов третье и с одинаковой убежденностью. Это чистый подонок, уже полувыживший из ума, очень больной, которому уже на кладбище давно дорога, но он судорожно, когтями цепляется за власть и будет цепляться вот до конца своего. Относительно все-таки вот воссоздания СССР. Вот видите, интересно, сейчас мне сыпятся сообщения, что-то русские меня снова в розыск объявили. Им одного раза мало, да, они что-то, еще раз, бедные, бедные. Дали мне уже срок, заочно осудили меня Басманный суд Москвы, три уголовных дела, объявили в розыск, сейчас еще раз в розыск, значит, уголовное дело по какой статье? Сейчас скажу, внесли в реестр террористов и экстремистов, признали иноагентом, ни один гражданин Украины за 32 года независимости не имеет этого объема от русских радостей, которые имею я. Я, кстати, тоже единственный, кто подал по этому поводу на Россию в ЕСПЧ. Единственный человек, который подал по этому поводу в ЕСПЧ на Россию и ЕСПЧ, о чем они меня уведомили, рассматривает это дело как приоритетное. Это тоже очень интересно, мы с вами увидим результат. Что касается за что, там и угроза национальной безопасности России, терроризм, все что угодно. Да, все-таки я вернусь к своему вопросу, у вас оговорка была по Фрейду, где вы сказали, назвали Россию Советским Союзом. Скажите, пожалуйста, вот эта идея воссоздания России в географических контурах СССР у Путина родилась в 99-м году? Я думаю, что, вы знаете, в голове и в сердце каждого коммуниста и такого верного марксиста Ленинса, рожденного в СССР, эта идея Советского Союза, она перманентно бродит. Путин же не случайно на раннем этапе своего царствования сказал, что главная, как он сказал, главная трагедия его жизни распад Советского Союза. Понимаете, им всем хорошо жилось в Советском Союзе. Во-первых, они были молодые. И девки были молодые, у кого и парни, это ж такое дело. То есть, и солнце светило иначе, и все одинаково жили в дерьме. Никто не выделялся, коммунисты тоже не любят, когда кто-то выделяется, когда у соседа больше, чем у тебя. Вот все одинаково хреново жили, но зато одинаково. И территории ж было, они ж, знаете, как говорят, что вам не хватало? Мы же все вместе жили, что вам надо? Что вы отделяетесь? Вы что, самостийными хотите стать? Это же постоянная их история. Им не вдомек, что можно жить совершенно иначе. Ну, Путину-то вдомек хорошенько, но он же пожилой человек уже, 71 год ему. Он вообще, нельзя столько у власти находиться людям, они дуреют, у них вообще происходят необратимые изменения в их бошках. Поэтому я понимаю, что он прекрасно понимает, что Советский Союз невосстановим в принципе. Но вот эта идея Славянского Союза, сдобренного Казахстаном, то есть, где много русских, он понимает, это и украинцев, вот он думает, наверняка, так, Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, вот это геополитическое объединение. Понятно, что как ты загонишь Среднюю Азию, как ты загонишь Азербайджан или Грузию или Армению уже, как ты загонишь страны Балтии, Молдову, это невозможно. Хотя Молдову тоже он подразумевает здесь, наверняка. А вот Украина, Беларусь, Казахстан, ну это святое дело для него. Да, конечно, он бы хотел это сделать, чтобы в учебниках истории, например, было написано, что Путин является собирателем земель русских. Вот это ему по кайфу. Он же ошизел на почве религии, на почве вот этой русскости. Ну, сошел с ума человек. То он был чекистом, то он стал православным. Это же вообще какая метаморфоза. Ты вчера сажал верующих и попов, а сегодня ты ходишь по церквям и крестишься истово. Ну, где мозги вообще? Где вообще какая-то логика в этом? Ну, это же сбрендить можно. То ты преследуешь религиозных деятелей, то ты проводишь ночи в церкви. Ну, сумасшествие. Еще стоит отметить шаманов и ведьмы, которые проводили в центре Достемену не знаем, но так говорят, что он прибегает к услугам шаманов, ведьм и так далее, жертвоприношения Шойгу какие-то делает. Надо бы Шойгу уже в жертву принести. Вот это было бы крутое жертвоприношение. А, кстати, вот чем так ценен Шойгу Путину? Ведь сейчас пишут, кстати, вот эти Z-паблики о том, что продолжают неугодных и неудобных командиров Шойгу устранять, кто там как-то критикуют его. И вот Теплинский попадал под подозрение, но так как смог на кого-то спихнуть, кого-то, то, что называется, заложить, немножечко сейчас вот он заслужил помилование у Шойгу. Но, возможно, станет следующим. А чем это Шойгу? Шойгу он глубоко свой, он глубоко понятный, он давно рядом, он не способен на заговор, он такой баран, что даже на заговор не способен. Он понтовила, значит, он пиарщик, самопиарщик, но это же фанерный генерал. Вот если бы на его месте был какой-то условный Жуков, от него исходила бы угроза. И Путин, как и Сталин, как и Хрущев, да как кто угодно опасается вот этих активных военачальников. А Шойгу это прекрасная история. В истории Советского Союза уже такой был булганин, тоже фанерный маршал, гражданский человек, которого сделали министром обороны. Все военачальники маршала смеялись, но он был удобен и Сталину и Хрущеву тем, что он не мог возглавить военный заговор. Время так быстро бежит, но еще несколько тем хочу с вами обсудить. Одна из них это опрос на вашем телеграм-канале в связи с новым делом о хищении полтора миллиарда гривен у Минобороны. Какое наказание вы считаете оптимальным для обворовывающих ВСУ? Спросили вы. И вот по состоянию на 21.38 время киевское 28 января следующие результаты 71% горит о пожизненном тюремном сроке конфискации незаконно нажатых активов. Дмитрий Ильич, по вашему мнению, за время полномасштабного вторжения России на территорию Украины коррупции стало больше? И если так, то как так произошло? Во-первых, я хочу пригласить всех наших зрителей подписаться на телеграм-канал Дмитрий Гордон. Это абсолютно лучший на сегодня телеграм-канал номер один, где в режиме онлайн вся информация быстро доходит до зрителей, до тех, кто нас считает. И этот телеграм-канал Дмитрий Гордон, который делаю я, в том числе, полностью соответствует журналистским стандартам. Что касается голосования, ну, совершенно правильно, я не знаю, про коррупцию, стало ли ее больше или меньше во время войны. Ее было много до войны, ее много во время войны. Я просто не следственный орган и не спецслужба, чтобы анализировать больше или меньше. Я не хочу ляпать языком вещи, которые я не знаю. Но я знаю одно, что всякая коррупция отвратительна. Но коррупция на войне, во время войны, это что-то запредельное, это ужасно просто, это катастрофически. Я вам скажу крамольную вещь, для меня коррупционер, который крадет у армии, у страны, истекающие кровью во время войны, хуже Путина. Хуже. Вот если мне поставить их по ранжиру, Путин на втором месте, а тот, кто крадет у армии, на первом. Поэтому, конечно, я бы им давал пожизненное, глазом не моргал. Еще одна тема. Известный украинский социолог Лалибанова говорит о том, что 40% украинских ребят 16-летнего возраста, они не доживают сейчас до пенсионного возраста. Среди девушек показатель существенно ниже. 13-14%. Далее, что прогнозирует Лебанова? После завершения войны в Украину вернется в лучшем случае 50% уехавших за границу беженцев. И также она не верит в бэйби-бум после завершения войны. Если это произойдет, говорит она, я съем обе свои докторские диссертации. Вот что нам с этим Элла Лебанова? Не вы, не я. Никто не знает, что будет. 50% вернется. А что не 20%, а что не 70%. Откуда взяты эти цифры? Смотрите, я объясню сейчас очень просто. Смотря на что будут возвращаться люди, если Украина победит, станет членом НАТО или будут предпосылки для того, чтобы Украина стала членом НАТО и членом Европейского Союза. Если мы увидим мощное стремление Запада к восстановлению Украины, мощную инвестиционную составляющую, мощное повышение зарплат, оно достигается очень просто. Вот нужны плотники. Мы платим плотникам 20 тысяч гривен. Нет плотников. Ау, где вы? Нет плотников. 25. Ну два хромых плотника появилось. 30. Ну уже 10 плотников. Из них можно выбрать одного. 40 платим. Это конъюнктура. Это рынок. Это нормальная история. Так вот, если будут соответствующие зарплаты, если будет поступательное движение Украину в цивилизацию, назовем это так, и будет отброшена Россия, сюда приедут, да, и будет передовое законодательство, соответствующее законам Европы и США, да сюда приедут не только те, кто уехал во время войны, а те, кто уехал 20 лет назад. Создать рай в Украине очень можно и очень вероятно. И людям свойственно ехать туда, где лучше. Поэтому если будет наличие того, о чем я сказал, составляющих этих компонентов, то Элла Лебанова окажется не права, и мы с вами тоже поедут, еще приедет больше, чем было, и такой бэби-бум устроят, о котором даже мы не догадывались. оптимист. Ну что ж, на этой оптимистической ноте я благодарю, что вы нашли время и возможность присоединиться к нашему стриму, пообщаться с нашими зрителями. Короткий лайфхак от Дмитрия Гордона. Как все-таки оставаться на позитивной волне? Вы несколько раз повторили во время нашего интервью о том, что вы оптимист. Что вас поддерживает сегодня? Вы знаете, со мной моя вера в мою страну и в мой народ. Это не пафосно звучит, я надеюсь, это так и есть. Со мной моя уверенность в карме, которая всегда справедлива. Мы ведем справедливую войну с фашистами за свою страну, за своих людей. Мы не можем проиграть, это невозможно. Я не верю в поражение в справедливой войне. Я не верю в это. Да, возможность страдания больше, это все понятно, но финал плохой, я не верю. Я опираюсь на свое знание истории и на свой анализ, который состоит из много-много-много факторного знания. Поэтому все это не дает мне возможности унывать даже. Вот не дает. Да, бывают моменты, я не идеален. Бывают моменты, когда думаешь, твою мать, ну вот это уже хреново совсем. И настроения нет. Но я знаю тоже кое-что. Знаете, что я знаю? Что всегда за плохими вещами идут хорошие. Не бывает все плохо и не бывает все хорошо. Поэтому я знаю, что если плохо сейчас, завтра будет хорошо. А по факту, учитывая все вышесказанное, будет очень хорошо. Благодарю вас за оптимистичный прогноз. Все мы в это очень искренне верим. Благодарю, что нашли время и возможность присоединиться к нашему стриму. Берегите себя и до скорых встреч в наших экирах. Спасибо, Лена. До свидания. Журналіст Дмитро Гордон був разом із нами у цей порі традиційно закликає наших глядачів не забывати підтримувати це відео своими вподобальками, своими поширеннями і коментарями в такий спосіб, якомога більше людей зможе почути, побачити, ознайомитися із цікавими думками Дмитра Гордона. Дмитро Гордон